Украинский беспилотник «Сокол-300» может продержаться в воздухе 26 часов, скорость 580 км в час, полезный груз до полутонны. Что такое полезный груз до полутонны? Это две 250-килограммовые фугасные бомбы. Вот такая вот штука. Ну, помимо этого, конечно, он, видите, может таскать какие-то нурсы, какие-то ракеты и прочее, прочее. Но понятно, что беспилотник сделан как носитель авиабомбы, потому что авиабомбы-то навалом, а расходовать их Украина не может по причине того, что не может использовать авиацию на дальних расстояниях, могут сбить ПВО России, все-таки какой-никакой есть. А вот такой БПЛА как раз предусматривает две фугасные бомбы, которые занесет куда хочешь. Очень крутая штука. То есть, если предположить 26 часов и 580 км в час, да, представьте, куда он может улететь, чтобы атом не выразиться с двумя бомбами. Да? Нормально может улететь. Москва, Питер точно под ударом находятся. При море заявили о создании приморскими инженерами беспилотника, да, какой-то там беспилотник, который летает как самолет и вертикального взлета при этом, и все. И показали фотографию, я очень сильно удивился, потому что вот такие же точно беспилотники, купленные в Китае, использовали для нанесения удара по одному из путинских объектов, да, который был на четверочку, если вы помните, удар. И очень я удивился, потому что это китайский беспилотник. А потом выяснилось, да, там подтверждают все, что они изобрели китайский беспилотник. Ну, как Остап Бендер, помните, говорит, всю ночь писал, я вспомнил чудное мгновение, да, потом оказалось, что эти стихи уже написал некто Пушкин. Вот так и эти ребята, блядь, то есть, представляете, сколько денег они украсть могли или уже украли, они сделали беспилотник, купили за 20 тысяч. Кстати, не подорожали, да, потому что в нашем варианте это было 16, а теперь вот пишут, все пишут, что там 21,699, вот в той комплектации, странно. То есть, видите, дорожают беспилотники, очень они нужны, оказались, да, потому что их путинцы разрабатывают, эти китайские беспилотники. А фактически просто покупают в Китае, да, потом продают Путину и имеют маржу колоссальную. Жесть вообще, что происходит. В Чили упал беспилотник Гермес-900, очень хороший беспилотник тактический, а это, так, вот он, это израильский беспилотник, очень мощный, да, ну, тактический беспилотник, но, видите, по внешнему виду он от многих стратегических американских не отличается. Вообще серьезная очень машина, да, то есть он приводнился в реку Каутин, да, наблюдал он якобы за лесными пожарами и прочее, прочее, прочее. У него есть две РЛСки, да, бортовая РЛС, еще носимые устройства, у него есть индикации движущихся целей, всякие там инфракрасные и прочее, прочее, прочее. То есть, помимо пожаров, это еще и разведывательный аппарат, достаточно мощный, со всякими лазерными, целеуказательными дальномерами, средствами радиоэлектронной борьбы. В общем-то, военная штука. И на балансе он у военных. Они его выпустили, как утверждают уфологи, для того, чтобы наблюдать вот эти вот всякие шары, так называемые, да. И что-то он так летал, наблюдал и вдруг раз и грохнулся в реку. Ну, судя по внешнему виду, да, если вы посмотрите, ну, да, то есть с одной стороны плоскость обкарнали ему и с другой стороны. Ну, то есть, если он садился, да, и как-то садился бачком, то он должен был одну плоскость повредить. А здесь обе плоскости повреждены достаточно сильно. То есть, стал ли это результатом атаки по этому БПЛА или нет, я не знаю. Но вообще ситуация очень странная, да. То есть, очень серьезный беспилотник, оборудованный, по последнему слову, техникой, вылетает якобы на пожары, а рассказывает, что не на пожары, а для того, что, ну, какие пожары, да, разведчик такой серьезный. Да, и ба-бах, вернее, он раз и упал. И крылья у него обломаны. Ну, с одной стороны, понятно, да, заходил на посадку, зацепился, сломал. А с другой стороны, как он потерял часть крыла, консоли все эти и так далее. Да, есть они там, не знаю. Можно об деревья. Об деревья, понимаете, можно, но тогда он, место расположения будет другое. Это же, он явно упал именно сюда, да. Можно, конечно, не вопрос, но там деревьев нет, вот в чем дело. То есть, он не мог так лететь, сломать оба крыла, полететь дальше какое-то время, да, и потом упасть там. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует...